Ну а тем временем пройдем к нашей гости. На сегодня в гостях Наталья Стамбульникова. Председатель Ассоциации Малых Отелей Крыма. Поговорим мы на тему о том, что с 1 октября в силу вошел действует закон о том, что в, так сказать, домах, правильно я понимаю? В жилых домах нельзя будет устраивать мини-отели, правильно? Ну да, в целом это законопроект, пока закон, который сейчас становится законом, за признадачу жилья в жилых помещениях, оказание гостиничных услуг. Ну могу сказать, что в целом на Крым, конечно, отразится это не очень хорошо, потому что, ну это не имеет такой глобальной проблематики, как это имеется все-таки на материковой части, да, где хостелы размещены в многоквартирных жилых домах. Но в целом проблематика на острове нашем, на полуострове, извините, есть. Ну это же, допустим, я помню, очень широко пользовалась популярностью. У нас во всех курортных поселках, у нас именно как самое популярное, что сдают жилье, вот эта вот вывеска. Жилой дом. И цены там бюджетные. Единственное, что есть просто некоторые пробелы. Это будет, но просто нужно выходить с новыми законодательными инициативами, потому что есть несоответствие закон, допустим, о земле, закон о предоставлении гостиничных услуг. То есть в целом, да, есть какие-то несопоставимые такие факты, которые мы не можем преодолеть в силу того, что, ну, здание раньше строилось, эксплуатацию раньше ввелось. Ну, нужно продумать новые правила игры. Наталья Евгеньевна, есть ли какая-то возможность обойти этот закон, ну, чтобы продолжить свой бизнес? Потому что я понимаю, что люди немалые деньги и средства вкладывали в это. Ну, начнем с того, что, если знаете, что многие малые отели, ну, берем, называем все, да, малые отели, хотя они все совершенно разные, это может быть и гостевой дом, усадьба, вилла, что угодно, хоть даже бунгало есть такой вариант, апартаменты. Все они когда-то, многие, большинство, выживали в 90-е годы. И вот единственный момент, как можно было выжить, заработать, прекратить семью, это вот создание такого своего семейного бизнеса. Вот оттуда все это шло. Поэтому у людей сейчас другого достатка нет. Это вот их хобби, это их работа, это их достаток. Поэтому не потеряется сегмент. Работать по-другому можно, но не всем, потому что все совершенно разные. Кому нельзя. Кому нельзя. Вот есть вариант. У тебя есть участок с целевым назначением земли, не ИЖС, не индивидуальный, а какое-нибудь другое. У тебя здание нежилое. Ну, по дачу, допустим, да? По дачу. Оно же, по-моему, считается не... Да. Ну, по-хорошему дачу надо привести все уже в ИЖС. Если, опять же, у тебя комплекс услуг такой ограниченный, если сдаешь просто в наем комнаты, пожалуйста, работаешь по ОКОИДу 55-20, ничем не нарушаешь, у тебя идет договор найма, то есть как таковой, а не оказание гостиничных услуг. Это очень долго рассказать, потому что очень много разных вариантов. Проблематика, когда есть нежилое и по определению быть гостиницей. Понимаете, гостиница-нежилое, значит. Вот не может стать он гостиницей. Это затратно, это практически невозможно, потому что земля выделена под одно. То есть вот тут придется как-то продумать какие-то шаги, возможно, выходить с какими-то итернациативами, какие-то субъектовые законы, возможно, какие-то, может быть, поможет. Какие шаги, вот, например? Ну, вот буквально сегодня мы собираемся нашим активом и схематично рисуем, какие возможны варианты вообще в целом. Такую сделаем мини-классификацию всех объектов размещения, да, и как они могут работать, какие бы правила игры были доступны и удобны. Потому что, в принципе, мы только за тех, кто добросовестный и порядочный, кто платит налоги, а все остальные, которые в тени, ну, мы с ними... Ну, пусть выходят из тени, правильно? Да. Для этого нужны нормальные, понятные правила игры, я говорю, бизнеса. Наталья Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, насколько я помню, вот, когда тоже обсуждалось принятие этого законопроекта, там тоже были какие-то награничения введены по поводу пожарной безопасности. То есть ряд факторов, которые нужно учесть, чтобы твой гостевой дом, он соответствовал этому определенному регламенту. Какие там самые жесткие условия? Не помните? Ну, это самое жесткое, потому что это запрет размещения гостиниц в жилом фонде. Это самое главное. Ну, а я считаю, что если вы занимаетесь прямым туристом, то безопасность должна быть на первом месте. Независимо от того, вашей для этого дом. Я знаю такие малыши, которые всего 5 комнат, и у них есть система пожарной безопасности, это их безопасность, спокойный сон предпринимателя, это видеонаблюдение, даже классификацию прошли, понимаете? То есть это вот правильно, это важно. Поэтому жестких таких мер особых требований нет, потому что это не гостиницы как таковые. Все равно эти гостевые дома это в жилом фонде. Но был год назад, и, слава богу, сейчас прекратилось как бы премия по поводу земельного назначения земли. Невозможность есть перевести землю, допустим, в коммерцию. Или нет необходимости. Или работает 3 месяца в году, зачем проведет на коммерцию, если он там сам живет. То есть очень много факторов. То есть не рентабельно будет остальные месяцы. Конечно. А дальше что? Платить все коммунальные платежи, я сам там жил, платить по коммерческим тарифам. Ну, то есть семья проживает. Есть много «но», которыми нужно распределять и понять, делать четкие, прозрачные, еще раз говорю, правила игры. Куда обращаться, наверное, людям, которые как раз таки хотят, чтобы им разъяснили, как им себя дальше вести в связи с поправками. Ну, вот есть же наша ассоциация, можно к нам, социализмальных отелей Крыма. Это вот именно тот сегмент, которым мы занимаемся. Но, опять же, есть ряд условий, которые к нам попасть не всем можно. Мы не всех берем. Наталья Евгеньевна, вот с нашей беседой понимаю, что данная законодательная инициатива пока как-то звучит, что много отрицательного в ней. Как вы думаете, что привело к таким переменам? Для чего это делалось? Ну, вы знаете, конечно же, у нас какая-то палка в двух концах. Изначально я понимаю, законопроект для чего был инициирован. Давно же был инициирован. Якобы борьба с незаконными притонами. Это, опять же, пошло из Питера. Вы же знаете, Питер, Москва, такие большие города. Но, к сожалению, данный законопроект, он не приведет к отсутствию действия таких вот притонов и ночлежек. Они дальше будут существовать, потому что они все равно у нелегального поля, вы же понимаете. Потому что просто легальные объекты, которые вкладывают в целом трудом, которые вот тут Питер, да, опять же, находятся там на ком-то из этажей, вот, они пострадают, коммуналки перестанут расстеляться. Это тоже плохо. То есть, по факту, у нас сейчас вся надежда на наш парламент, в общем, на госсовет. Да. Ну, инициативные граждане, честненько, в первую очередь. Инициатива, конечно. Честненько, должна быть не просто сидеть, смотреть, а должна выходить к этим инициативам и понимать, что они хотят. И самое главное, не просто говорить, а говорить с дельными предложениями, чтобы хотя бы четко, потому что мы сегодня собираемся по пунктам, все расписываем, понимаем, как нам дальше жить, и выходим с инициативами. Желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо. Разрешение сложных вопросов. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. У нас в гостях сегодня была Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма.